Время утренней Время утренней 107 отечественного производства Крупные фармкомпании Казахстана работают в Алматы, Шемкенте, а также в Алматинской, Октюбинской и Карагандинской областях Между тем о фармпромышленности в мире мы говорим сейчас В Германии страна мировой лидер по экспорту медикаментов и намерены защитить свой внутренний рынок от лекарств, произведенных в Китае и Индии Жанна Хусаинова об этом подробнее Германия не только крупнейший в мире производитель автомобилей, но и лидер в экспорте лекарств Страна продает за рубеж продукцию примерно на 130 миллиардов долларов в год и обеспечивает 15% мировой поставки медикаментов Несмотря на это, больше 40% жителей ФРГ лично сталкиваются с перебоями в снабжении препаратами Во время пандемии выяснилось, что Германия попала в сильную зависимость от Китая и Индии В случае нарушения цепочек поставок страна может внезапно оказаться без сравнительно простых, но широко распространенных лекарств А также и без сырья для своей собственной фармацевтической промышленности Ключевые ингредиенты для лекарств зачастую импортируются из стран Азии Быстрый рост цен на активные ингредиенты и производственные расходы при замороженных ценах делает производство даже таких простых лекарств, как сиропы с парацетамолом, убыточным бизнесом Ни одна компания не сможет выдержать такое в долгосрочной перспективе Тем временем в Африке другая проблема Исследователи из Университета Бахардар в Эфиопии выяснили, что пятая часть лекарств на материке поддельная или некачественная По оценкам ООН, в регионе к югу от Сахары из-за препаратов ненадлежащего качества ежегодно умирают 500 тысяч человек По данным Всемирной организации здравоохранения, антибиотики и противомалерийные препараты – наиболее фальсифицированные лекарства в Африке Они могут содержать неправильные дозировки или активные ингредиенты, что приводит к неэффективному лечению и появлению устойчивых штаммов Клаудия Мартинес, руководитель отдела исследований в Фонде доступа к медицине, назвала это открытие серьезной проблемой общественного здравоохранения Цепочки поставок фармацевтической продукции во многих странах с низким и средним уровнем дохода часто сложны, неэффективны и фрагментированы Регион сильно зависит от поставок основных лекарств, и многие страны сталкиваются с проблемами в своевременной закупке лекарств и эффективном контроле их качества на рынке Индия, которую также называют аптекой мира, является крупнейшим производителем вакцин На ее долю приходится 60% мировых поставок сывороток Фармпромышленность страны бурно развивается с 1970 года Тогда власти разрешили разрабатывать доступные версии запатентованных лекарств Таким образом, страна постепенно выходила на мировой рынок в качестве поставщика дженериков, то есть копий оригинальных лекарственных средств На сегодня город Хайдарабад считается фармацевтическим центром страны На него приходится 40% всего индийского производства лекарственных препаратов и 50% экспорта лекарств Жанна Хусаинова, 24КЗ Тем временем больше 10,5 тысяч казахстанцев окончили медицинские вузы в этом году Больше половины из них обучались за счет государственного образовательного гранта Об этом сообщили в Минздраве Почти 80% выпускников пошли работать по специальности, а также за счет чего удалось решить вопрос дефицита кадров на 84% Большинство врачей выбрали именно сельские районы Новую амбулаторию планируют открыть в этом году в селе Самарканд Каргандинской области Последние два года его жителям приходилось получать медицинские услуги в необорудованном жилом доме Не просто в таких условиях было работать и врачам Поэтому все ждут, когда закончится строительство нового здания Также жители надеются, что с открытием амбулатории в село приедут и квалифицированные специалисты На каком этапе работа идет сейчас узнала наш корреспондент Леана Жамлиханова Два года назад в селе Самарканд сгорела амбулатория Местные власти переселили врачей соседний дом, оборудовав его под медицинский пункт Здесь всего несколько комнат Как временная мера этот вариант устраивал всех Но работать постоянно в таких условиях медики не могли Поэтому строительство новой амбулатории было крайне необходимо Теперь Аким Самаркандского сельского округа внимательно следит за процессом строительства В настоящее время в поликлинике заложили фундамент и возвели стены Проводят канализационную систему Как только откроется медицинский объект, оснастим необходимым оборудованием Также очень ждем, что к нам направят квалифицированных врачей Жамагуля Алькеева работает медсестрой в селе уже 26 лет Она делает все, что в ее силах, чтобы жители вовремя получали медицинскую помощь Надеется, что когда построят новую амбулаторию, то к ним направят квалифицированных специалистов Большие надежды на новую амбулаторию Будем расширять услуги для населения, для охраны здоровья населения Будем проводить все работы, возможные в более расширенной форме в новом здании амбулатории Надеемся, что у нас будет врач Будем, конечно, стараться на благо здоровья населения проводить все услуги, которые будут возможны В селе проживает 1100 человек Когда нужно сдать анализы или же пройти другое обследование, приходится ездить за сотни километров в районный центр Все эти услуги в скором времени появятся в новой амбулатории Местная жительница Галия Ибраева с нетерпением ждет этого Надеемся, что будут новые кабинеты Можем здесь анализы сдавать Может быть дневной стационар Получать системы, какие-то дополнительные процедуры получать Поэтому очень-очень рады В рамках национального проекта модернизация сельского здравоохранения в Карагандинской области Планируют построить свыше 90 объектов В ближайшие годы в регионе обещают открыть 47 медицинских пунктов, 34 фельдшерско-акушерских пунктов и 11 врачебных амбулаторий Гульнара Ерманова, Лиана Жамблиханова, Сайлау Игликов, Карагандинская область, 24КЗ Ну а сейчас узнаем о курсе валют в Казахстане По данным Национального банка страны, американский доллар сегодня можно купить за 479 тенге 44 тина Евро стоит 523 тенге 69 тинов, рубль 5 тенге 22 тина Юань 66 тенге 91 тин соответственно Ну а в это время 18 дней до начала нового учебного года осталось И мы продолжаем рассказывать о том, как в стране решается проблема трехсменных школ Напомню, 500 миллиардов тенге выделили на строительство 200 комфортных школ в Казахстане На очереди в Восточно-Казахстанская область В городе Шаманаеха новую школу пообещали открыть вместо старой 1936 года постройки Учебное заведение построят за счет целевых средств Национального фонда В регионе прогнозируют настоящий бум школьного строительства За год на востоке страны планируют сдать в эксплуатацию по меньшей мере 20 школ на 7 тысяч ученических мест Возможности для реализации амбициозных планов местных властей выяснял Вячеслав Витлугин Он даже побывал на строительных участках В моногороде Шаманаеха 35 лет не открывали новых школ Ныне действующие эксплуатируют с 30-х годов прошлого века Поэтому транш в 4 миллиарда тенге из нацфонда для Шаманаехи был как нельзя кстати На эти средства в городе развернули строительство современного учебного заведения в железнодорожном районе Заместитель районного Акима Бакиджан Малдаханов объясняет, почему школу строят на окраине города Она актуальна именно для микрорайона железнодорожного города Шаманаеха Так как первая школа, которая по сей день эксплуатируется, она была построена еще в 30-е годы, когда строилась железная дорога Эта школа сейчас не обеспечивает должного комфорта для охвата, так как имеет уже по санитарным нормам отступление Новостройка превзойдет предшественницу и в размерах, в ней будет больше 5000 квадратных метров площади С тем же размахом, но уже в спальных микрорайонах Усть-Каменогорска строят новые учебные заведения Левобережная часть города за последние 10 лет разрослась, здесь стало на 20 тысяч жителей больше Серик Шайзадаулы переехал в новую высотку, уже зная, что рядом достраивают школу, куда пойдут три его внука Приходим поскорее закончить школу, потому что школа скоро пойдет на нулевой, последующий год С ростом урбанизации вопрос открытия новых ученических мест логично встает на первый план Глава регионального управления образования Инна Сочернышева уверяет, что при строительстве школ учли демографическую ситуацию Условно это означает, в малых селах никто не построит школу на 5000 мест Мы, конечно, понимаем задачу, которая перед нами стоит, мы посещаем именно места строительства Мы высказываем свое мнение о том, чтобы действительно школа, которая называется комфортная, она соответствовала этому слову Поскольку нам нужны не только красивые здания, как мы понимаем, но и комфортная образовательная среда До декабря следующего года 20 школ построят в Усть-Каменогорске, Ридере, Шуманахе, а также в Глубоковском районе Трехсменку в учебных заведениях региона ликвидировали еще три года назад Теперь необходимо обновить здание еще советской постройки А в масштабах страны уже в следующем году обещают открыть 369 новых школ Вячеслав Фитлугин и Жигир Бабаканов, Восточно-Казахстанская область, 24КЗ Ну а сейчас перенесемся в область ЖТСУ Там на станции Достык строят комфортную школу Новое учебное заведение должно решить многолетнюю проблему нехватки ученических мест Сейчас на станции работают две школы Одна рассчитана на 300 мест, но в ней учатся 800 учеников Другую уже посещают 1100 школьников Хотя она рассчитана всего на 600 ученических мест Завершить строительство новой комфортной школы планируют до конца года Многолетнюю проблему в селе Каратоган Алматинской области Возобновили строительство водопроводом На завершение объекта выделили 393 миллиона тенге Строить его начали еще 9 лет назад Тогда это было единственное село в Раимбекском районе без центрального водоснабжения В селе Каратоган проживают больше тысячи жителей До сих пор сельчане использовали воду из горной реки Баинкол Строительство водопровода, начатое почти 10 лет назад, так и не завершили И добросовестный подрядчик даже получил уголовный срок В селе не было водопровода, мы пили речную воду из Баинкола Радуемся, что теперь не придется таскать воду издалека Строительство планируем завершить до конца года Работы идут хорошими темпами Таким образом, в нашем районе будет полностью решен вопрос водоснабжения На строительство водопровода выделили 393 миллиона тенге Половину средств успели освоить Построили две емкости вместимостью 300 кубов и водонасосную станцию Общая протяженность водопровода 5,5 километров Успели проложить больше 4 километров наружных сетей Планируем установить 49 колодцев и 26 пожарных гидрантов Строительство надеются завершить в декабре Тогда все населенные пункты в Раимбековском районе будут полностью обеспечены питьевой водой В Алматинской области этот показатель составляет почти 100% При этом половина из 5000 километров водопроводов уже требует замены Ну а сейчас немного о погоде В нашей стране дождь прогнозируют синоптики в 12 регионах Казахстана По данным КАЗ Гидромет ливни пройдут на севере, западе и в центре страны По республике усиление ветра На юге с пыльной бурей По-настоящему жарко будет в Алматы и Шимкенте Там воздух прогреется до плюс 34 градусов В Астане дождь, гроза, возможен град Температура воздуха днем до 28 градусов тепла Ну а из-за жаркой погоды в Бишкеке возобновили рейды В пунктах весового контроля грузовиков в столице И Чуйской области действует временный запрет на передвижение фур в дневное время Из-за высокой температуры асфальт становится эластичным Большие грузы продавливают дорожное полотно Поэтому все грузовики, проезжающие через границу, проходят через эти весы Если общий вес вместе с грузом превышает 18 тонн Проезд по дорогам общего пользования в жару запрещен Это касается дневного времени Длинномер принудительно припаркуют на обочине, пока не станет прохладнее Ограничения введены с 1 июня и продлятся до 1 сентября Действуют с 10 утра и до 8 часов вечера Пока на улице держится температура свыше 28 градусов тепла Мы объясняем водителям причины временного ограничения Дальнобойщики не рады таким ограничениям Они теряют целый день в ожидании разрешения на проезд Аделя Манбаев уже 4 года занимается грузоперевозками И к подобному привык, понимает Вариантов нет, законы есть законы Закон нарушать никто не хочет Приходится терпеть, больше нечего делать нам Ограничения распространяются не на всех перевозчиков грузов Для отдельных категорий есть послабление Ограничения не касаются перевозчиков гуманитарных грузов Скоропортящихся пищевых продуктов и опасных грузов Также ограничения не распространяются на перевозку крупногабаритных грузов На основании специальных разрешений Помимо этого, проезд разрешен грузовому транспорту Который задействован в реконструкции и реабилитации автодорог Тамерлан Ким, 24 Киезет К событиям в мире Армия Израиля ликвидировала 100 членов движения Хамас в Раф Воздухо сообщает агентство Рейтер Кроме того, уничтожен склад вооружения и объекты инфраструктуры, которые принадлежат группировке Их обнаружили в подземных туннелях Сутками ранее Хамас выпустил несколько ракет в сторону Тель-Авива Это первая атака города с конца мая По информации Евроньюз, снаряды не достигли цели Одна ракета упала в море, другая не смогла пересечь границу и взорвалась на территории сектора газа Тем временем, международные дипломаты надеются на достижение прекращения огня Начало нового этапа переговоров запланировано на четверг Однако встреча пройдет без представителей Хамас Ранее они отказались от участия, заявив, что израильские власти не заинтересованы в завершении войны В это время генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш призвал предоставить Африке постоянное место в Совете Безопасности Организации Он отметил, что состав Совбеза не соответствует современным мировым реалиям И подчеркнул, что континент с более чем миллиардом жителей должен иметь постоянного представителя в организации Африка, по словам Гутерриша, недостаточно широко представлена в структурах глобального управления Международных финансовых институтов и несмотря на свою значимую роль в глобальной повестке и миротворческих операциях Кроме того, почти половина всех страновых или региональных конфликтов, включенных в программу Совбеза Безопасности, касаются именно Африки Ну а в американском штате Невада вспыхнули лесные пожары По сообщениям местных СМИ, пламя уже уничтожило 300 гектаров леса На видео видно, как спасатели пытаются ликвидировать пожары, однако стихия сложно поддается контролю Продолжение следует... Администрация Байдена выделит 150 миллионов долларов на борьбу с онкологическими заболеваниями Средства пойдут на разработку высокоточных микроскопов и технологий визуализации, которые помогут хирургам успешно удалять раковые опухоли Это последнее денежное финансирование в рамках программы Cancer Moonshot Она действует уже два года За это время за счет инициативы Байдена было инвестировано 400 миллионов долларов на развитие технологий в области профилактики, выявления и лечения онкологических заболеваний Таким образом, к 2027 году в стране хотят снизить уровень смертности от онкологических заболеваний как минимум вдвое Отмечу, ежегодно почти у двух миллионов американцев выявляют раковые опухоли 150 миллионов долларов отправятся в передовые институты страны по исследованию онкологии, включая Тулейнский университет Мы только что встретились с одной из исследовательских групп, они показали нам трехмерные изображения опухолей Это невероятно, это дорожная карта, которой врачи могут следовать во время операции, в отличие от всего, что они видели раньше Благотворительный аукцион первых банкнот с изображением короля Чарльза Третьего Собрал больше одного миллиона долларов, купюры номиналом 5, 10, 20 и 50 фунтов ушли с молотка за суммы в сотни раз превышающие их реальную стоимость К примеру, 10-фунтовая банкнота с серийным номером 2 была продана за 17 тысяч фунтов А купюру в 50 фунтов оценили в 26 тысяч Все собранные средства направили в британские благотворительные организации Отмечу, смена портрета монарха на купюрах в Великобритании стала первой в истории государства Так как изображения монархов на бумажных деньгах появились только в 1960 году при Елизавете II, матери Чарльза Вы смотрите утренний информационный выпуск, с вами Арстан Балтин и мы продолжаем Сегодня в Алматы пройдет ответный матч третьего отборочного раунда Лиги конференции В котором Астана примет румынский корвину Прямая трансляция игры начнется в 18.55 по казахстанскому времени И будет доступна для просмотра на телеканале Ель Арна И к нашему эфиру присоединяется мой коллега Алишер Накипов Итак, Алишер, а насколько для столичного клуба важна вот эта победа в данном матче? Приветствую Арстан, все просто семикратный чемпион Казахстана в шаге от финального раунда Еврокубков Напомню, первый матч команд прошел в Румынии и завершился победой Астаны со счетом 2-1 На 37-й минуте Антонио Маналаки вывел хозяев вперед Однако во втором тайме казахстанский клуб отличился дважды и выиграл матч На 62-й минуте забил Усман Камара, а затем на 80-й результативным ударом отметился Джеффри Чинеру Футболисты и тренерский штаб Ордобаса прибыли в Ириван Где состоится ответный матч третьего раунда квалификации Лиги конференции Команда из Шимкента сыграет с местным клубом Пьюник В первом матче в Алматы подопечные Александра Осиднева потерпели минимальное поражение со счетом 0-1 Ответная игра в столице Армении состоится завтра в 21.00 по казахстанскому времени Отмечу, что только победа позволит Ордобаса выйти в раунд плей-офф турнира В текущем сезоне Еврокубков шимкенцы стартовали в Лиге чемпионов Уступив в первом отборочном раунде молдавскому Петрокубу Во втором квалификационном раунде уже Лиги конференции чемпионы КПЛ прошли Дифферданш из Люксембурга Казахстанский велогонщик Алексей Луценко подписал двухлетний контракт с проконтинентальной велокомандой Израэль Премьер Тэч С 2013 года спортсмен выступал за команду Астана Казахстан Тим В ее составе Луценко достиг впечатляющих успехов, одержав 43 победы Среди его достижений победы на этапах Тур де Франс и Вольта Испании Две победы на Туре Умана, три победы на Туре Алматы, а также выигрыши на Туре Турции Джиро Сицилии, Джиро Абруццо, арктической гонке Норвегии и Туре Хайняня Как отметил сам велогонщик, после 12 замечательных лет, проведенных в команде Астана Он ищет мотивацию для достижения новых целей По словам Алексея Луценко, его главная цель прежде всего классические гонки Цитата Я знаю, что могу там бороться за результаты Я также вижу, что у меня есть потенциал в недельных гонках, где могу занимать высокие места в генеральной классификации Быть гонщиком, на которого команда сможет рассчитывать в борьбе за победу Или помогать товарищам по команде, сказал Алексей Луценко Сборная Казахстана по Аудраспаку активно готовится к пятым всемирным играм кочевников Аудраспак – древний вид спорта, который представляет собой поединок двух всадников на лошадях Соревнования проводятся на специально оборудованной площадке Учебно-тренировочные сборы национальная команда начала на прошлой неделе Коллектив готовится к выступлению на масштабном культурно-спортивном мероприятии в Алматинской области Всего казахстанскую сборную будут представлять 12 спортсменов Состязания по Аудраспаку на пятых всемирных играх кочевников пройдут в Этнауле 9-10 сентября Сборная Казахстана по Тенгелю определила тройку лучших спортсменов Которые будут защищать честь страны на пятых всемирных играх кочевников В трех стилях – Кош Кулак, Бес Белес и ЖТ Кют В первом выступит Рахат Камбатов, Камбаров в стиле Бес Белес Своё мастерство продемонстрирует Бекнур Сириков, а в дисциплине ЖТ Кют Нашу страну представит Бахат Тольтай Заключительные учебно-тренировочные сборы по этому виду спорта Пройдут с 27 августа по 7 сентября в Астане Основные соревнования по Тенгелю пройдут в Этнауле с 11 по 13 сентября Напомню, пятые всемирные игры кочевников примут участие около 2000 участников Всего разыграют 97 комплектов медалей В нашем регионе такой вид спорта, как Тенгелю, очень сильно развит Я занимаюсь им с детства, он мне очень нравится Для меня участие во всемирных играх кочевников имеет огромное значение Ведь они пройдут в столице Я мечтаю высоко поднять наш флаг на этих состязаниях Я рос в Ауле и с детства увлёкся национальным видом спорта Тенгелю Мы давно готовимся к пятым всемирным играм кочевников И приложим все усилия, чтобы достойно представить нашу страну на этих соревнованиях Растан, к этому часу у меня пока всё Что ж, масштабные игры кочевников должны состояться уже скоро Будем ждать и болеть за наших спортсменов Это был Алишер Накипов и его Спортлайф Большегрузный транспорт разрушает подъездную дорогу к селу Тасаево, Октябрьской области Её отремонтировали три года назад, но местами асфальт уже пришёл в негодность Три года дорогу ремонтировал подрядчик по гарантии А теперь на очередной ремонт придётся искать средства из местного бюджета Протяжённость подъездной дороги к селу Тасаево в Хромтауском районе 28 километров Её отремонтировали в 2021 году Однако радовались новому асфальту жители населённого пункта недолго Житель Тасаево Бигзат Шайжанов, как и его односельчане, обеспокоен состоянием дорожного полотна Рядом с посёлком, в 18 километрах, у нас находится щебёночный карьер Данная дорога, она строилась не для грузовых автомобилей, а для обычных легковых Получается, там толщина асфальта где-то 4-5 сантиметров Оно не выдерживает буквально даже пустые камазы, пустые шахманы Из-за действия, из-за движения таких большегрузных автомобилей На данный момент у нас некоторые участки дороги, трасса Тасаево-Акжар Она уже в аварийном состоянии Рядом с асфальтированной дорогой, ведущей к селу, есть просёлочная Ею как раз таки и пользуются водители большегрузов Однако не все Некоторые с грузом, превышающим допустимую норму, выезжают на асфальт Нарушения специалисты инспекции транспортного контроля Выявляют практически во время каждого рейда, говорит Мирамбек Базаров По обращениям жителей села Тасаи, нами было организовано рейды мероприятия По результатам которых выявлено более 8 нарушений административного кодекса Республики Казахстан По результатам которых наложено более 1,2 млн т.н. штрафов Именно при решении ВСФ по району три факта по трем автотранспортам выявлены Ситуация беспокоит и местные власти Разбитые участки дорог приходится вновь латать Сначала ремонтировал дорогу по гарантии подрядчик Теперь для того, чтобы привести полотно в порядок, деньги запросят из бюджета Сколько понадобится средств, по словам заведующего сектором районного отдела жилищно-коммунального хозяйства Если это Мухаммед Кали, еще предстоит определить ремонт, планируют провести в этом году На сегодняшний день на районном отделе жилищно-коммунального хозяйства по средствам автотранспортных дорог Был составлен дефектный акт для дальнейшего составления смертной документации И в дальнейшем будут произведены текущие ямочные работы на данном участке Данные средства будут выданы из местного бюджета Всего с начала года специалисты инспекции транспортного контроля по всей области Выявили почти 140 нарушений, допущенных водителями большегрузного транспорта Общая сумма штрафов при этом составила около 55 миллионов тенге Наталья Салькова, Айбек Даутов, Октюбинская область, 24КИЗ Информация из США. В американском штате Техас в ближайшее время появится целый жилой квартал, распечатанный на 3D-принтере Строения устойчивы к торнадо, сохраняют прохладу даже в сильную жару и не пропускают уличный шум Благодаря уникальной технологии на строительство одного дома уходит всего несколько недель Подробнее в сюжете Асель Абдекалыковой Это пятитонное устройство слой за слоем печатает сначала пол, стены, а после возводит и крышу дома Строительство крупнейшего жилого квартала, созданного при помощи 3D-принтера, завершается в американском Техасе В штате с помощью такого метода возвели 100 зданий В некоторые из них заселились жильцы Обладатели отмечают плюсы, на которые успели обратить внимание, пожив в апартаментах Бетонные полы очень прохладные в буквальном смысле и очень тихо Мы находимся прямо рядом с объездной дорогой, но внутри ничего не слышно Стены у дома действительно прочные и толстые Для нас, как жильцов, это важно Они хорошо сохраняют прохладу в техасское лето Осталось разобраться, как провести интернет по всему дому, учитывая его длину и другие факторы Технология объемной печати в строительстве имеет несколько объективных преимуществ по сравнению с традиционными методами В первую очередь это отсутствие большого количества отходов, снижение потребления энергоресурсов, а также экономия времени и финансов Сами стены очень приятные на ощупь благодаря добавкам, которые заправляют в принтер перед началом печати Благодаря многочисленным слоям создается своеобразный эффект вельвета Он на самом деле может быть очень мягким, создавая прекрасные условия Дома в этом жилом квартале имеют площадь от 140 до 200 квадратных метров Они намного дешевле, чем в ЖК, построенных традиционным способом Стоят от 450 до 600 тысяч долларов В планах у компании возведение зданий на поверхности Луны Стартап уже заключил контракт на разработку соответствующей строительной системы Осель Абдукалыкова, 24 Кизет Бэнкси продолжает удивлять Лондон своим творчеством В мегаполисе появилась девятая работа анонимного уличного художника с начала прошлой недели На ставнях лондонского зоопарка изображена горилла, поднимающая простыню, чтобы выпустить тюлени и птиц Ранее жители городских районов обнаружили силуэты двух слонов Ну а позже был нарисован козел А на крыше одного из домов тарелку спутниковой антенны Стрит артист украсил силуэтом воющего волка Фанаты творчества Бэнкси стараются разобрать заложенный смысл В новых картинах в своих предыдущих работах художник затрагивал такие темы, как война и изменение климата Некоторые предполагают, что новые проекты могут быть связаны с беспорядками, охватившими страну на прошлой неделе Пишет Рейтер К этой минуте все, спасибо, что были с нами До встречи на 24КЗ Увидимся обязательно в 10.00 Не переключайтесь Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова